Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень агрессивно отношился к младшему брату. У нас разница в 22 года, мне уже 32, ему 9 лет. У меня свои дети трое, но у мамы со мной недопонимание по отношению к ее самому младшему сыну. Я замечаю, что мое отношение сильно его давит, он не хочет быть рядом. Я пытался относиться мягче, но надолго меня не хватает. У моей мамы шесть детей, я вторая по счету. Подскажите, как успокоиться? Ну, смотрите. Во-первых, собственно, здесь два момента. Вы пишете, как успокоиться, предполагая, что вас что-то тревожит. Но я не вижу прямой связи между, например, тем, что вы проявляете агрессию, допустим, по отношению к младшему брату. Вот. И тем, что вы, допустим, не можете успокоиться, к примеру. То есть я не вижу какой-то связи между этими двумя вещами. Я не очень, ну, не очень понимаю в данном случае, какая может быть здесь связь. Ваша агрессия, возникающая к брату, на мой взгляд, является, ну, вполне себе такой реакцией, ну, скажем так, может быть не совсем естественной. Да, но реакции, как бы ваши, то есть это ваша реакция, то есть это вот, вот вы на это вот так реагируете. Вот, вы реагируете на, скажем так, ну, какую-то ситуацию. Вот. Хорошая она или не очень хорошая, ну, совершенно очевидно, что не имеет такого уж прям большого значения. Важно, что вы на это реагируете, вам это, ну, так или иначе неприятно, вам это так или иначе не нравится, вам это, ну, так или иначе вам тяжело. Вот. И, соответственно, как мне кажется, конечно, сначала нужно вот, ну, поисследовать, собственно говоря, то, что происходит. Что происходит с вами, когда, например, вы видите или когда вы начинаете общаться со своим братом и так далее. То есть нужно это обязательно, ну, понять, нужно обязательно это постараться увидеть, потому что если вы этого не сделаете, то не будет, в общем-то, вам видно, не будет для вас очевидно, какую, значит, свою проблему вы пытаетесь решить, что это, что это за проблема, которую вы пытаетесь решить, а решить проблему нужно, потому что она, очевидно, вас беспокоит. И беспокоит вас довольно-таки сильно. Вот. Это то, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Что есть агрессия? Да? Что такое агрессия? Агрессия – это реакция страха. Если я агрессирую, значит, я вижу, например, что мне что-то угрожает, да? Мне что-то угрожает и… А… Как бы, ну… От чего-то мне неприятно становится. Значит, необходимо увидеть вам… А… Ааа… А… Как минимум. Что вам угрожает конкретно и от чего-то вам не приятно. Ааааааааа… Вообще, вообще-вообще говоря, заметить это… Ааа… Ааа… она сама по себе появляется, как бы так сказать, ну, давайте скажем так, аккреция появляется не сразу, вот, это, наверное, самая такая подходящая в данном случае формулировка. Агрессия появляется не сразу, она, по-видимому, представляет из себя вашу, скажем так, собственную реакцию на то, что вы испытываете, например, когда видите брат, допустим, когда с ним общаетесь, когда с ним взаимодействует, взаимодействует и так далее. Собственно говоря, с этого, именно с этого, и необходимо начать. Что, что у вас возникает за чувства, что у вас возникает за ощущения, что у вас возникает за эмоции, вот, и о чем вы, например, начинаете думать, когда видите своего брата. Симон вам, например, угрожает, да, вот, ну и вот, в данном случае, ээээ, мой коллега, эээ, Кудрючнев Игорь Леонидович, да, высказал, ээээ, скажем, скажем так, определенное предположение, и, в принципе, я не вижу, эээ, ну не вижу, эээ, я не вижу пока что, эээ, так скажем, оснований для того, чтобы, эээ, с ним, например, например, не соглашаться, да, то есть, вот, как мне кажется, есть, эээ, ну, на самом деле, если я словами не одумал, что, эээ, коллега прав. Вот. По-по-по поводу, эээ, мамы, вот, эээ, и битву за, эээ, ее внимание, любовь и так далее. Вот. А, ну, так же, вполне может быть история, при которой вы, допустим, ээээ, ну, считаете, что вашего брата слишком балует и слишком много ему, эээ, позволяет, да, а вам, вот, соответственно, эээ, ничего такого, эээ, ну, ничего такого не позволяло, не позволяло. То есть, ээээ, может быть, для вас неприятной, ну, такой вот неприятной историей, да, вот. Хотя, понятно, что, эээ, здесь, эээ, есть, ээээ, скажем, скажем, ээээ, здесь есть, скажем так, определенные нюансы, да, эээ, вот, которые имеет, ээээ, эээ, смысл, ээ, ээээ, ээээ, ну, рассмотреть и, ээээ, эээ, более подробно, а вот, ээээ, понимаете, да? О чем идет речь. Дальше, что касается того, что вы не можете успокоиться, это довольно интересный момент, потому что если вы не можете успокоиться, значит у вас уже идет реакция на агрессию, то есть что это значит, это значит, что вначале вы проявляете агрессию, а потом уже реагируете на агрессию свою, например, чувствуете вину и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент, вы говорите о том, что пытались быть мягче к своему брату, надолго вас не хватало. Вы также пишите о том, что хотите успокоиться. И вот что здесь, на мой взгляд, так скажем, интересно. Интересно здесь, на мой взгляд, то, что вы как будто бы не задаетесь вопросом, да, вот, а чего собственно происходит-то? То есть чего я так, на брат, ну, взъел, вот, понимаете, какая штука, то есть вы себе как будто бы на этот вопрос, этот вопрос вы себе не задаете. Вы хотите успокоиться, вы хотите, хотите относиться мягче к брату, вот, но вы не задаете вопрос, не задаетесь вопросом о том, а чего же все-таки происходит-то, вот, почему я так на это, на это реагирую, вот. И вот это, конечно, конечно, я бы сказал, ну, бросается в глаза и бросается в глаза довольно сильно. Вот. То есть вам здесь важно не пытаться успокоиться, а вам здесь важно увидеть откуда идет агрессия, с чем она эта агрессия связана. Вот. Не, ну, не на ровном же месте, да, она у вас появилась, вот. Понимаете, да? Какой момент, какой момент здесь. И, значит, и, соответственно, после того, как вы это увидите, возможно, и ваша реакция на агрессию тоже немножко, ну, скажем так, то есть будет, ну, вот, знаете, как, будет немного, ну, будет немного, немного другой, да? Вот. Сейчас она у вас такая, вот сейчас она у вас такая, агрессия, ну, реакция, реакция сейчас у вас на агрессию ваш. Вот. А если вы ее изучите, она, возможно, будет другой, другой. Вот. Но здесь нужно понимать, здесь именно важно понимать, что есть причины, есть основания, есть конфликт ваш, который, который вам решается в контексте брата. Вот. Это, как мне кажется, нехорошо и неплохо. Мне кажется, что это просто данность. Вот. То есть я вот не думаю, да, что можно вас, ну, как-то вот обвинять, да, можно вас, там, винить за то, что вы так вот воспринимаете своего брата или относитесь к нему, вот. Я думаю, что, что вы человек, который пытается решить какую-то свою проблему. Вот и все. Ну вот. И вот здесь очень важен еще один момент. А как вы, как вы сами относитесь к, ну, к себе? Как вы сами относитесь к своим чувствам, например? Вот. Ну, по поводу, по поводу брата. Как? Вот. Вот. Это тоже такой достаточно важный момент, момент получается. Вот. И последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на историю про вашу заботу, скажем так, о себе. О, это последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, о себе. Значит, вы такое ощущение, да, что вот не слишком внимательны к тому, вот, что с вами происходит. Мне кажется, что вы даже в какой-то степени склонны это обесценивать. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот, вы склонны это и обесценивать то, что происходит с вами. Если это так, то здесь, опять же, нужна такая вот коррекционная работа для того, чтобы вы потихонечку, может быть, отказывались вот такой модели поведения. То есть, имеет смысл думать о том, чтобы уделять себе внимание больше. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. что это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.